всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех кто заглянул сегодня ко мне в гости сегодня видео подвожу рукодельные итоги августа месяца кроме этого мы с вами еще раз смотрим очень интересную пряжу которая вот в этой коробочке находится она мне пришла в дню рождения и пользуясь случаем хочу сказать огромное спасибо всем своим зрителям за ваши поздравления и добрые пожелания мне было очень очень приятно читать все ваши поздравления спасибо вам огромное ну что ж давайте с вами об итогах когда готовилась думаю а что же я связала в августе месяце какие-то работы получались очень быстро какие-то перетекли с месяца июля и очень так знаете плавно плавно вязались ну например это скатерть моя белоснежная кружевная скатерть я ее начинал вязать в июле и закончила вязать в августе чему я несказанно рада получилось у меня шикарно интерьерная вещь значит эта вещь связана на журнальный столик размеры у этой скатерти если я сейчас не ошибаюсь по моему 90 около 95 на 95 94 на 94 в общем вот такие размера приехала мне мама и я и показываю эту скатерть она говорит обалдеть больше слов у нее не нашлось это вообще супер да это действительно супер классно я наконец-то собралась и связала скатерть три года я мечтала связать себе скатерть начало положено так скажем хотелось бы связать скатерть побольше но не знаю пока сейчас на данный момент у меня такого настроя нет я выдохнула когда связала вот эту скатерть вязала я ее мотивами я уже говорил неоднократно что для меня интерьерные вещи самое самый приемлемый способ это вязание мотивами меня это не угнетает как бы я могу даже себе поставить иногда я ставлю себе даже такую задачу если я чувствую что у меня процесс уже затягивается я себе ставлю задачу например связать один мотив в день и это меня не напрягает могу больше так скажем до себе поставить но бывает потому что я не знаю у кого как мне очень сложно настроиться на мелочевку вот мелкие какие-то вещи носки и варежки вы не люблю я это вязать вот что угодно как говорится со мной делайте но чтобы связать подобное я должна настроиться и не за один день иногда мне нужно настраиваться в течение длительного времени вот но так как скатерть или плед это не маленькие изделия и здесь нужно определенное количество навязать этих квадратиков иногда надоедает и конечно же есть более интересные проекты которые берут вверх и ты их вяжешь просто не уставая поэтому иногда себе ставлю такие вот задачи связать столько мотива в день ну и все и вот я ее в августе довязала у меня есть платное описание даже здесь не описание здесь подробный мастер-класс вот так описание я не делала я делала подробный мастер-класс полностью провязывала мотив и показывала как соединяется мотивы с двух из четырех сторон это первое мое изделие значит из пряжи из какой вязала это итальянская бобинная пряжа мили фили и ее в 100 граммах 685 метров хлопок и пуле они есть в составе вполне возможно заменить на ирис например на ализе мисс вот такая вот пряжа какая-то тоненькая пряжица следующее мое изделие здесь цвет вот настолько мне захотелось такого цвета себе изделия что я с такой легкостью начала этот процесс смешав две пряжи первая пряжа это у меня бобинная пряжа вот такая вот кораллового цвета а вторая многим известная я думаю вряд ли найдется человек который не знает это пряжу пехорка жемчужная значит вот здесь в составе супер кин мохер помощи меринос и наверное полиамид вот у меня ушло наверное половина бобинки вот от этой пряжи она безумно мягкая она безумно мягкого даже в бобине я трогаешь очень приятно пряжа замечательно не ее присылал ира федотова на новый год по моему она присылала и розового цвета нежного розового цвета и вот такого яркого кораллового цвета из розовой я дочки вязала кофточку а вот коралловый лежал лежал и наконец дождался и я для себя этот цвет увидев на себе мне очень понравилось как это смотрится то есть это такой яркий акцент в одежде я его связала в то в тот период когда было очень прохладно у нас такой период в августе месяце в самом начале и это изделие я связала и даже я в нем погуляла один раз мы съездили погуляли здесь конструкция я уже рассказывал что я очень люблю изделие на запах хотя это меток вторая вещь на я люблю такие изделия мне не нравится мне нравится как они сидят единственное здесь я не делала круговое значит по кругу я не делала пояс а у меня завязки только вот здесь фиксируется в этой части и внутри тоже завязки есть они вот эти вот так вот вот завязочки они завязываются и здесь вы уже сами регулируете насколько на эта модель она более такая свободная и рукава здесь я хотела чтобы рукава были они здесь прямые не узкие достаточно хорошие руку не облегают есть свобода облегания а внизу сжатая такая вот манжета модель сама по себе простая она выигрывает за счет здесь цвета и за счет смешения пряжи вот эти два вида пряжи вот такой красивый меланжевый эффект хотя здесь просто лицевая гладь но смотрится очень шикарно очень классно мне понравился образ этот и как только будет прохладная погода я буду просто форсить в этой вещи и наслаждаться она настолько комфортная к телу приятная мягкая общем я очень и очень довольна этим изделием и вообще всегда довольна своими изделиями потому что разрабатывая в голове модель чтобы ты хотела связать и когда ты представляешь в голове и вот в результате получаешь то что ты хотела это очень и очень радует следующее изделие это теплый кокон жилет по мотивам брунелла кучинели как уж я назвала летние изделия я так назвала и теплое изделие здесь узор который использовал брунелла кучинели который использует брунелла кучинели в своих изделиях узор действительно очень красивый необычный шикарный по своей сложностью не является простым узором он требует внимания и его не запомнишь то есть все время нужно как бы следить за схемой потом уже начинаешь ориентироваться связав хотя бы там один раппорт высоту но все-таки узор не является простым летняя модель у меня такая летняя модель по которой также есть платное описание и по этой летней модели полностью по этому описанию я связала еще и теплый жилет но я сразу когда у меня было связано летнее изделие я сразу же знала что я буду вязать что-то подобное и теплом варианте потому что жилеты я надеваю и мне захотела что-то вот такого свободного красивого необычного в своем гардеробе необычном для себя стиле что-то такое иметь значит из чего я вязала данное изделие я смешала два вида пряжи я смешала пряжу от adlibris которые мне ирочка бран присылала да кстати вот в этом изделии который я использовала вот каролина я называла потому что цвет коралловый я называла это кофточка каролина пряжу пехорка мне тоже присылала моя подписчица татьяна за что и огромное спасибо за такую прекрасную пряжу и красивый цвет этой пряжи а это ирочка брат не присылала зимой пряжа от adlibris здесь альпака суперфайн стопроцентный суперфайн альпака ниточка тонкая ниточка тонкая и к этой ниточке чтобы украсить изделие чтобы оно было более нарядное я добавила свои любимые микро пайетки на хлопке этот цвет аква называется я вязал из него майку этим летом так и и называла майка аква вот соединив эти две пряжи я получила тот метраж который у меня был в летнем изделии и связала теплым жилет он тоже ждет своей очереди и конечно же эта очередь настанет для этого жилета следующее мое изделие самое скоростное наверное изделие которое я вязала в августе я сама на себя была удивлена что мне так быстро удалось связать вещь причем вещь все-таки все равно не маленькая это джемпер оверсайз аквамарин но когда я вязала это изделие вы понимаете нисколько я не шучу говорю на полном серьезе пряжа просто летала со спиц просто только успевала ловить и провязывать лицевые изнаночные пряжа это открытие для меня пряжа от хэмпас хлопок премиальный это уже использованы бобинку меня уже есть еще есть перемотанные таблеточки потому что я вязала в две нити в одной нить на спицах вязать это очень очень тонкая но для маечек например кто любит на двойке на два с половиной для летних маечек каких-то изделий да это вполне подойдет но мне нужно было не летние изделия поэтому я перематывала и вязала в две нити значит хлопок по своему качеству кому интересно я рассказываю когда презентую свою вот эту работу джемпер аквамарин я рассказываю про этот хлопок пройдите посмотрите я все ссылочки оставлю в описании к видео значит проходите и смотрите что же там за информацию я оставил потому что информацию оставляю но иногда меня спрашивают не оставили информацию где искать информацию найдите вот когда под видео написано значит как называется видео справа написано такие слова еще с маленькой буквы нужно нажать вот на это еще и вся информация к видео развернется ну что четыре изделия четыре больших изделия связано в течение этого месяца так очень многие часто задают мне вопрос когда вы все успеваете было так бывает бывает что есть люди которые быстро вяжут я вхожу в число видимо таких вязальщиц которые быстро вяжут поверьте мне я знакома с рукодельницей которая вяжут еще быстрее чем я и она меня всегда еще больше удивляет ну что мои дорогие я вам обещала что мы с вами посмотрим что за пряжа вот в этой коробочке в этой коробочке это подарок от моей подружки лены с канала вязалки провинциалки леночка мне сделала сюрприз просто сказала танюша сходи туда-то туда-то и получи коробочку вот я эту коробочку получила на терпение у меня не было донести ее до дома я ее открывала ключами этот скотч открывала вот этот скотч открывала и открыв я просто обалдела что здесь за пряжа давайте сейчас развернемся и будем с вами вместе удивляться коробочка а в коробочке красиво все упаковано конечно девочки из магазина молодцы те кто собирают посылки всегда приятно когда посылка очень красиво упакована не просто да так положено и все красиво розовая оберточная бумага так и здесь вот такая пряжа пряжа которую я впервые в жизни своей вижу и глазами и чувствую руками 3 ма . как вы понимаете сейчас мы с вами ее повнимательнее рассмотрим это пряжа от фирмы ланг я называется карма вязание у нас у рукодельниц вязание это наша карма состав 45 процентов хлопок 25 процентов вискоза 25 процентов полиакрил 8 процентов лен 100 граммах это 100 граммовый моточек в 100 граммах 285 метров здесь у нас рекомендации по спицы наверное значит сделано в италии это пряжа итальянская хотя мне казалось что эта фирма немецкая может быть и немецкая кто же знает я честно сказать не читала чья фирма просто увидела что это пряжа сделано в италии нет по вот здесь вот как образец написано 4 ну вот номер 4 4 с половиной рекомендует ниточка давайте с вами снимем с одного моточка ниточка которая имеет большое количество цветовых переходов большое количество сама по себе нить давайте вот отсюда сначала что она из себя представляет то шнурочек это шнурочек но это пряжа что в ней удивительного она с одной стороны с одной страны ведь она поблескивает она с вискозой а с другой стороны она хлопковая и если мы посмотрим с одной стороны цвет один с другой стороны цвет другой и вот этим она и это на протяжении всего да вот здесь с вискозой а здесь обычный хлопок то есть пряжа она даже вот разная то есть она многогранная здесь можно смело говорить что это эффект 3d имеет характерный блеск за счет того что в составе есть вискоза очень интересно но я не буду ее сейчас использовать палантин я вязать не буду мне просто я понимаю что мне 300 граммов на палантин точно не надо это будет плечевое изделие мне вполне хватит на плечевое изделие но я его буду вязать весной не знаю что конкретно это будет но я вот так когда увидела для себя первым мысль которая у меня промелькнула то что это должно быть изделие поперечный в поперечной технике потому что мне кажется именно в поперечной технике будет очень интересно смотреться это изделие у меня этой пряжи 300 граммов мне вполне хватит на мой размер даже если я захочу связать но типа летнего кардигана но не длинного конечно с рукавом три четверти я думаю что даже на подобные изделия мне хватит за что огромное спасибо леночки за то что она меня познакомила с такой шикарной пряжей она ее даже вот держать в руках приятно душу греет очень мягкая приятная пряжа с необычными красивыми цветовыми переходами и меня все время когда я вижу вот такое многоцветие меня всегда будоражит мысль а как эти секции будут складываться в изделие мне очень интересно поэтому подобные изделия всегда вяжутся с очень и с очень большой охотой потому что интересно как выкладывается сам по себе узор из этой пряжи вот такая у меня теперь есть роскошная пряжа но она немножечко полежит до весны и весной обязательно родится сотвориться какое-то новое изделие подвела рукодельные итоги показала вам необыкновенно красивую пряжу еще хочу сказать что у нас стоит шикарная теплая солнечная сухая погода чему я очень рада я очень люблю солнце вне зависимости от того какая температура воздуха но главное чтобы было солнце мне даже на фоне солнечные цветы я вам всем желаю хорошего настроения чтобы все ваши задуманные планы совершались чтобы ваши творческие проекты удавались легких вам петелек и всего самого доброго но я с вами прощаюсь надеюсь совсем ненадолго до новых встреч пока пока